Здравствуйте! С Еленой Касьян я знакома не так уж давно с её творчеством. Файл, который у меня хранится в документах в компьютере с её стихами, был создан в августе 2015 года. Я с Еленой познакомилась позднее, общались, ну буквально мы виделись пару раз, общались ещё, меньше и очень на коротке, она меня фактически не знала. А вот я её стихи, её жизнь, её отношение к жизни приняла в свою жизнь. Очень давно. Сейчас у меня есть два диска с её записями, её стихов и песен. Есть прекрасная книга, седьмой почтовой, в которую вошло многое из того, что написала Елена. И, как я знаю от друзей, Леночка работала сама над этой книгой, готовила её к изданию, а вот дождаться выхода её не успела, к сожалению. Не знаю, как у вас, но у меня каждое общение с творчеством Лены рождает во мне состояние сопричастности, сопереживания тем чувствам, эмоциям, ощущениям, ситуациям, которые пережила и так тонко отразила в своём творчестве. Это хрупкая и невероятно сильная женщина. И поэтому, когда я касаюсь губами строк Елены Касьевны, мне кажется, что я читаю о себе. Он приходил ко мне, плакал, клал голову мне на грудь. А я думала, ну ладно, ну выкарабкаемся как-нибудь. Ну, допустим, нет у него ни совести, ни смелости, ни угла. Но я же сама его выбрала, сама его позвала. У него глаза, как у ангела. И он и не знает, дурак, ну как с него требовать что-то, когда он так смотрит? Как? Носилась, как с писанной торбой. Жалела, сдувала пыль. И, в общем-то, долгое время мы с ним как-то славно жили-были. А в какой-то момент я умаялась весь мир на себе тащить. И главное, мне-то некуда было голову преклонить. И в голове моей непрекаянной такие пошли дела, что я того, ангела, выпроводила. И денег в дорогу дала. И даже чуть-чуть поплакала по дивным его глазам. А он говорит, да ладно тебе, я давно хотел уже сам. Вообще не думай, что ты какая-то там особенная. Думаешь, мало баб, которые будут на меня молиться. Да ты еще сто раз пожалеешь. И вообще, запомни, это я тебя бросаю. А то возомнила тут, понимаешь. Взмахну грациозно крыльями и встретимся теперь едва ли. А как же его звали-то? Господи! Как же его звали? Я понимаю, сейчас об этом смешно. И вот на каждом слове не имею. Я за тобою с дуру ныряла на самое дно. А плавать совсем не умею. Тебя выпутывала из смертельных сетей. Вомаливала, выкупала. А то, что ты не хотел от меня детей, Думала, что понимала. Из всех слагаемых я выбирала тебя. И одного, и в любом комплекте Моя нежилая память Глядела, скорбя, Как я запечатываю конверты С просроченной болью, С пергидрольной зимой, С застиранным небом над крышей. А мне хотелось весь мир Заменить тобой. И у меня не вышло. Не вышло. Все начиналось слишком хорошо. Так хорошо, что было даже страшно. Я понимала, Ты уже ушел В тот самый миг, Когда возник однажды. Когда узорно выгорел рассвет И ветви щупальца тянули К свету. Был хитроумно выстроен сюжет, Расход минут Внесен в чужую смету. И город щурился на зеркала, А я еще не знала, слава Богу, Что шла весна Уродлива и зла. И даже псы давали ей дорогу. Она ползла, готовая к войне, По проходным сочилась смутой. Она меня искала. Это мне она подмешивала В дождь цикуту. За ней тянулись Странные следы, Твои следы. О, как их было много! Я все Жила В предчувствии беды. И вот она пришла. И слава Богу! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok